Во время футбольного матча в Украине-Чехии я вел стрим игры в FIFA с этими же командами, но в виртуальной игре, и получил страйк, от которого пользуются Team G. Никакие апелляции не помогли, ждал 90 дней. Еще раз, решение принимают роботы, алгоритмы, вот просто для вашего понимания, да? То есть там нет людей, вы не можете никому ничего объяснить, да? Для чего? Потому что максимально зачищается поле. У алгоритма есть, ну, правила, если так, то так, если так, то так, если вы во время матча комментируете что-то еще там, да? То как бы там есть название команды, там, то есть если есть совпадение, то вам прилетает страйк. А для чего? Чтобы вам не повадно было, потому что, ну, это классика, это уже данность. То есть смотрите, друзья мои, раньше это пролетало, и многие живут еще в надежде, вот у меня каждый день вопросы, типа, а почему вы говорите, что чужое видео нельзя использовать, если вот у них используют? Я говорю, я не говорю, что нельзя, я говорю, вас накажут, вы можете использовать, я говорю, что нельзя, там, да, можете использовать, но вам прилетит. Потом они берут, им прилетает, они приходят ко мне, говорят, вы были правы, но что сделать, если у меня страйк? Да ничего не сделать, пойти на завод работать, потому что ты не понимаешь, что ты как работаешь.